Привет, друзья! Вы на канале Яхты на Колесах. Меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Caravan Salon Düsseldorf. Сегодня мы заглянули на стенд Knauss Tabbert и посмотрим вот такой вот четырехместный прицеп. Модель называется Puccini 550E, модельный ряд 2024 года, длина прицепа 7 метров 90 сантиметров, то есть практически 8 метров, вес 2 тонны, то есть в данном случае мы уже никак не впишемся в категорию B, нам потребуется категория BE. Что еще надо отметить? Надо отметить, что бак с чистой водой у нас здесь в наличии 45 литров. Есть солнечные батарейки, которые устанавливаются, я так понимаю, все равно опционально, и мощность их никак не указана, но поскольку это опционально, наверное, это не так важно. Кстати, масса, когда не максимально снаряженная полторы тонны, то есть, наверное, в теории можно как-то обсудить, как-то опционально собрать так, чтобы в документах он и оказался как будто бы полторы тонны, но ответственно об этом заявить я не могу. Пойдемте посмотрим, что у нас в этой модели внутри. Итак, мы внутри, должен отметить, что дизайн, как только мы заходим, сразу бросается в глаза премиальность, все очень красиво, качественно. В задней части у нас расположена столовая группа, большие панорамные окна, наверху вот эти шкафчики, полочки, светильнички с фирменной надписью Tabert с рассеивателем, но они ни на каком треке не снимаются, это просто стационарные светильники. Здесь же у нас организуется дополнительная, так сказать, гостевая кровать. Если мы опускаем стол, кладем подушки, здесь получается как бы полутораспальная, грубо говоря, кровать. При входе очень стильное дизайн-решение, вот такая панель, которая загибается наверх, и в ней организована подсветка. Это как раз появилась в Tabert в 2024 году, вот в этой линейке, потому что мы, когда в прошлый раз заходили на стенд Tabert, такого дизайна мы не встречали. Здесь же у нас установлен в торце холодильник, компрессорный. Открывается как в одну, так и в другую сторону холодильник от Dometic. Мы можем и морозилку, и холодильник открыть. Глянцевые, по сути, классические фасады, но благодаря вокруг аналогичному оформлению выглядит, конечно, это все очень стильно. Напротив я вижу пульт управления всеми системами. Пульт управления печкой 6-киловаттный трума газовый. Также есть выключатель, с помощью которого мы можем по зонам отключать освещение. Соответственно, вот там, допустим, раз, два, что-то нажали, и вот мы переключаем все эти зоны. А если мы будем удерживать кнопки, то даже мы можем диммировать, то есть менять яркость этого освещения. Напротив входной двери у нас кухонный блок. Достаточно много рабочей поверхности, при том, что плита у нас на три огня. Это отдельный модуль от Dometic. В очень стильном темном матовом цвете решен весь металл. И рядом такой же модуль с мойкой, тоже решенный в таком, как сказать, цвет а-ля мокрый асфальт или что-то такое. Грубо говоря, темный металл. Здесь уже раскладывается в целом обыкновенный краник. Есть возможность установки питьевого крана, но его здесь в данном случае нет. То есть в столешницу вырезается фильтр. Ниже есть ящики. Тут для столовых приборов лоточек и еще два аналогичных, просто пустых, больших ящика. Наверху, конечно же, тоже присутствует вот такой вот раз. Открываем и большой ящик для хранения всякой кухонной утвари. Также здесь есть подсветка, только ее надо где-то отдельно включить. Подсветка на рабочую поверхность также у нас присутствует. Движемся далее. Здесь у нас гардероб или он же шкаф, в зависимости от того, как мы расположим полки. Весьма просторный. Далее ниже есть еще вот такая выдвижная консоль и еще ящичек с небольшой с полочками. Небольшой, потому что далее у нас, соответственно, холодильник занимает место внутри. Выше есть вот такие аккуратные полочки и розетка 220 и какие-то, какая-то ниша для того, чтобы вывести провода. Я так предполагаю, но это всего лишь мое предположение. А, нет, мое предположение неверное. Я думал, что можно здесь вместо полочек установить телевизор, поскольку здесь есть вывод, но это не так. Здесь телевизор установлен вот в эту нишу. Каким-то образом, да, вот снимается с фиксатора кронштейн и телевизор можно развернуть как в сторону столовой, так и в сторону спальни основной и аккуратно вот так вот спрятать в нишу, зафиксировать и закрыть фасадом. Ну и также здесь рядом расположена микроволновка, что достаточно удобно и немаловажно. Очень аккуратно она интегрирована в фасад. С противоположной стороны по левому борту санузел. Очень красиво сделана подсветка в зеркалах. Есть различные шкафчики для хранения за зеркалами и небольшая столешница, в которой установлена раковина. Соответственно, раковина металлическая и туалет Тетфорд с электросмывом. Внизу есть поддон, но в данном случае я не вижу, чтобы был интегрирован душ и шторки, но я думаю, что опционально он должен устанавливаться сюда, потому что это просто добавить лейку и повесить шторки. Грубо говоря, вот и вся разница. Баки все равно примерно одинаковые во всех прицепах, но это вопрос уже целесообразности использования душа в таком прицепе. Ну и, наконец, основная спальня в передней части. Здесь у нас две кровати по 80 сантиметров шириной и 2 метра длиной. Есть шкафчики по периметру аналогичные, какая-то еще подсветка, которая сейчас не включена внутри фасадов. Ну, где-то надо найти для нее выключатель. Фонарики есть в изголовье. Кровать, конечно, это может превращаться в большую полноценную 2 на 2 метра по сути приблизительно, если мы разложим вот эту вот часть и добавим сюда подушку. Что по месту для хранения вещей? Есть вот такая возможность поднять кровать и получить доступ в багажное отделение. Мы еще потом посмотрим, как это выглядит снаружи. А с противоположной стороны как раз-таки хранится под кроватью, хранятся подушки, которые нам понадобятся для того, чтобы увеличить кровать. Ну и, конечно, поскольку мы говорим о премиуме, у нас есть дверь, которая перекрывает полностью спальню. Она фиксируется вот хлястиком в открытом положении. Когда мы находимся в движении, а когда используем, мы можем полностью изолировать это пространство. Снаружи по правому борту у нас лючок. Через него мы получаем доступ в багажный отсек, находящийся под одной из кроватей. С противоположной же стороны такого лючка в багажный отсек мы не наблюдаем. В передней части, естественно, расположено прицепное устройство и рама алка. И здесь у нас газовый отсек на два баллона по 22 литра и дополнительное место для хранения каких-то вещей. Но здесь есть вентиляционное отверстие, чтобы в случае утечки газа он отсюда выходил и не застаивался. И, соответственно, сюда также будет попадать, грубо говоря, какая-то пыль, потому что, ну, то есть это такой грязный багажный отсек, неотапливаемый. А тот, который находится под кроватью, это теплый багажный отсек. Tabert в целом является премиальным брендом достаточно. Цена тоже будет соответствующая. По ссылке в описании вы можете ее уточнить, потому что здесь она указана очень условно и с большим разбросом на стенде, поэтому я даже ее не называю. Но в целом, если мы сравниваем с какой-нибудь там Adria Viva и так далее, то в два-три раза, грубо говоря, у нас аналогичные модели там с Adora, то у нас в два-три раза цена будет выше. В комментариях также можете спросить эту информацию поконкретнее. Вот такое дизайн решения у нас, такие пробегающие поворотные сигнальные вот эти вот огни светодиодные. Это как бы модно сейчас во многих автомобилях, чтобы вот поворотники так вот мигали, пробегая полосой. Здесь это тоже таким образом решено. Но в целом не сказать, что, на мой взгляд, дизайн в задней части, да и как и передний, выглядит как-то очень современно прогрессивно. Но и сказать, что он выглядит как-то слишком экономом, тоже не скажешь. Ну то есть что-то такое, достаточно классическое. Премиальный прицеп Tabert Puccini мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу вообще бренда Tabert, такой планировки, как вам нравится, не нравится. Ценную техническую информацию дополнительную вы найдете, конечно же, по ссылке в описании. Так что также задавайте ваши вопросы в комментариях. Обязательно все обсудим. Не забывайте подписываться на Telegram-канал. Еще больше контента в нашем сообществе ВКонтакте по ссылке в описании. Подписывайтесь и будьте в контакте с яхтами. И на YouTube-канал, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропускать ролики из Дюссельдорфа. Меня зовут Антон, а это канал Яхты на колесах. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok